Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Предложение Кировской области учли в поправках в лесной кодекс. Так, с 1 сентября к участникам лесных аукционов будет предъявляться требование о наличии у них объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры. То есть делянки получат только те, кто занимается лесопереработкой, а не просто вывозит и продает древесину, рассказали в областном правительстве. Это значит, что больше леса будет перерабатываться внутри региона, а налоги с добавленной стоимостью пополнять бюджет, написал в своем телеграм-канале губернатор Александр Соколов. Именно к нему с проблемой обратились кировские лесопромышленники. После этого вопрос был проработан с Министерством лесного хозяйства и сформированы предложения по внесению изменений в лесной кодекс Российской Федерации. Уфас не стала включать монолит в реестр недопросовестных подрядчиков. Вопрос рассмотрели на заседании комиссии Кировской антимонопольной службы. Ранее туда обратилась МКУ Управления капитального строительства. Обращение было мотивировано односторонним отказом заказчика от исполнения контракта на строительство школы в Долгушином. В Уфас изучили документы и пришли к выводу, что подрядчик старался исполнять условия контракта. В реестре его не включили. Ранее по сообщениям СМИ Монолит заявила намерение подать в суд на власти региона из-за расторжения контрактов на строительство трех школ. В эфире «Экономика». За 13 миллионов благоустроят территорию около диорамы в Кирове. Опубликованы и результаты двух закупок на проведение работ. Как следует из документации торгов, на них была подана только одна заявка. Она признана соответствующей требованием. Контракты заключат с компанией «Легат», зарегистрированной в Удмуртии. Цена их около 13 миллионов рублей. На эти деньги обустроят тротуары, а также капитально отремонтируют колодцы, лестницы и парапет. Все работы должны быть выполнены до 25 октября. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.